кто будет с тобой делать нелегальные вещи также как я сегодня беременные меня на спать ему на все праздники фанатик с вики-кат и не зашибись мятные лежат а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, она рассказала о себе, она рассказала, как она, почему она пришла в профессию, как она пришла, с какими трудностями столкнулась, немножко рассказала о себе, ну, там, о том, что у неё двое близнецов, ну, такое, как бы, ну, все любят делиться своей личной жизнью, там, кто чуженился, кто с кем развёлся, это все рассказывают о себе, вот. Потом она, что рассказывала, она, а, когда она уже пришла в более такой, ну, я считаю, профессиональной части, она рассказала о том, что в ближайшие пять лет Калифорнии нужно как минимум 100 тысяч учителей, и она говорит, и мы рады вас видеть здесь, и мы, говорит, для вас, мы хотим, чтобы вы шли в профессию, чтобы вы работали, чтобы покрыли, так сказать, нужды наши, вот. Она рассказала, говорит, что если вы думаете, что это важное решение стать учителем, прийти в эту профессию, если вы, говорит, вы думаете, что у вас останется персональная жизнь, она говорит, я вам скажу, нет, её не будет, говорит, и если вы думаете, что вы сможете лавировать и делить свою персональную жизнь и общественную, говорит, нет, забудьте, и такого не будет. Не будет больше в инстаграме, говорит, фотографий с большой бутылкой, этой самой кружкой пива, она говорит, я люблю пиво, я пью пиво, но я, говорит, понимаю, кто я и есть. Пей пиво, ешь мясо. Потому что, говорит, поверьте, говорит, я проверю каждый ваш аккаунт, все ваши social media, вот. Ну, она смеялась там, она очень, она, наверное, из всех, кто выступали, она такая вот, ну, самая, как бы, была такая, она позитивная, очень смешная. Ну, про то, что нету жизни, я тебя перебью. Её нету. Видно по нашим учителям, которые работают в школе, то есть, то, что они дают, то, что они проверяют, то, что они на уроках ведут, постоянно что-то присылают на почту, постоянно что-то пишут, то есть, ну. Серёж, ты обратил внимание, что после того, как мы собирали дочу с отборов на спортивное соревнование, вместе с него машина стояла возле школы. Ну, это значит, что она ещё в школе была, а время какое было? Ну, потом она рассказала о том, как важно, вот в этом во всём очень хорошо плавать, стараться, держать и всё, чтобы было хорошо, но как важно давать себе психологически, типа, отдохнуть от всего, от этого тоже. Что не нужно, типа, игнорировать дни, которые вы можете взять, когда и овсе, типа, их нужно брать, потому что нужно отдохнуть. Потом она рассказывала какие-то смешные случаи с того времени, когда она учителем была, и как она находилась с детьми, она была в элементарии, в мрачной школе получается, учителем, и как ей пятый класс её, у которого она была, хотел сказать, домашним. Ну, она и есть, она же приводится как home root teacher, как домашний учитель, ну, вот как у Антошки Мискра, она говорит, они почти сказали, почему вы нас заставляете каждое утро выстраиваться в линию и молча заходить в класс? Говорит, нам не нравится стоять в линии, нам, говорит, она говорит, я серую подумала, действительно, почему? Она говорит, хорошо, говорит, но, говорит, давайте договоримся так, проведём недельный эксперимент. Если вы сможете заходить группками в класс, ну, нормально, типа, не вызывая ажиотаж в школе, не будут бегать, типа, в те, как раз. Не ударяясь лгом в хосяк, короче. Она говорит, только давайте попробуем. В общем, неделю они попробовали, ничего не получилось. Дети пришли и сказали, что мы готовы пробовать ещё одну неделю, если не получится, значит, ну, типа, сломала система. Они попробовали и получилось, и она стала им разрешать без вот этого, без этой линии, потому что, она говорит, ну, в конце концов, мы же не роботов растим. Что? Тишина, постойки смирно, зашли в класс. Она говорит, нужно быть мягче, нужно понимать детей. Добрее. Потом она сказала, что обязательно, говорит, нужно иметь себе в школе персону, кто точно такой же, говорит, кто будет с тобой делать нелегальные вещи, так же, как и ты. Ну, типа, допустим, я сегодня беременна, и меня тошнит, типа, не можешь ли ты присмотреть за моими, пока я уберусь в красе? Ну, на два учителя, чтобы у тебя друзья были, чтобы кто-то мог тебя... При этом она посоветовала ни в коем случае, она говорит, вообще, говорит, покупайте ему на все праздники подарки. Вы, говорит, знаете, кто для вас будет важнейшей персоной, типа, в школе? Мы все такие, ну, как нормальные люди, говорим, дети. Она говорит, нет. Говорит, покупайте этому человеку подарки. Поздравляйте с днем рождения бабушки, помните имя его кота и приносите коту подарки. Это, говорит, офисный работник, как она вот это называется наша? Ну, секретарь, типа. Ну, типа, секретарь, да. Говорит, потому что, говорит, поверьте, этот человек либо будет делать вашу жизнь очень изи, типа, и хэппи, или, говорит, у вас будет ужасная жизнь, и вы будете искать район, в который вы будете переезжать, чтобы подальше от нее. Говорит, ну, она так прям советовала и так интересно. Она говорит, помните день рождения бабушки, имя кота, отмечайте все с ней праздники, как вы. Говорит, от нее зависит ваша жизнь. Вот кем надо становиться. Ну, потом мы от себя, значит, подарили ей букет цветов. Я не знаю, кто мы и сколько нас, но когда она закончилась, сказала, что, говорит, типа, я очень рада, я рада буду всем вам через какое-то время, типа, ну, подписать, типа, как говорят, с вами контракт о приеме на работу. Типа, вы мне все понравились и всякое такое. Вот, и в этот момент наша профессор стала и сказала, мы в свою очередь хотим вам, типа, цветы подарить, типа, туда-сюда. А он говорит, я смотрю, вы, типа, быстро учитесь. И говорит, ну, я побежала, мне в три часа нужно моих близнецов забирать из школы. Так вот, было 60 человек, а вас же в группах учатся. Ну, никому не, значит, неинтересно. У нас учатся 52 в одной группе человека. Очень мало заинтересовался. Он мало заинтересовался, получается. Даже учительница шагитировала, еда будет бесплатная. То есть со студентами... Я же тебе рассказывала. Ну, я рассказывала это на канале. Да, да. Со студентов сколько было. Как парень сказал, что если пицца бура, типа, я бы пошелась. Я не знаю. Из своей группы я видела Тиффани, Джина, еще одну девочку, которую я не знаю. Ну, я знаю, что она сидит где-то на дальних рядах. Я ее... То есть у вас всего человек пять. С моей группы было человек пять. Но дело в том, что у нашего профессора, да, группы четыре она учит сейчас. Ну, если четыре по пять, то это двадцать. А, по-моему, ты говоришь, человек шесть одного. То есть остальные все это уже работающие пришли, да? Возможно, работающие. Возможно, Сережа в других же группах тоже, может быть, что-то про это говорили, кто связан с щаудовым уровнем. Не только же нашим преподавателем для своих группы, да, организовывали. Потом мы докушали... Так, когда вы все еще жрали, мы кушали, она, это сама, она говорила, вставайте, не стесняйтесь, берите, берите, говорит, а наша учительница, наша профессора этого времени сказала, говорит, и вообще, говорит, в идеале, чтобы вы все это доели, говорит, я не собираюсь в том, неделю дома есть, типа, беру разогретую, разогретую, типа, вообще. Вот, ну, да. А, потом нас, ну, мы перешли в другую комнату, в другую, в другой класс, где нас ждал, я не знаю, как сказать ее должность, она работает в нашем колледже, и это человек, который самая верхушка финансовой помощи. Как это сказать? Ну, вот, она менеджер. Сказал, так и есть. Ну, в общем, она самая верхняя, кто отвечает за всю финансовую помощь. И она, ну, она прекрасная просто. Та была веселая, это прекрасно. Она очень легко и просто раскладывала по полкам, по финансовой помощи. Как заполнять, как обращаться? Она всячески настаивала не стесняться и приходить и спрашивать. Плюс она дала совет, что очень многие боятся брать вот эти, допустим, калифорнийские гранты. Думают, что я его возьму попозже, или я его возьму, когда пойду учиться, допустим, в университет. Потому что он рассчитан только на 6 лет, он в 6 лет может годоваться. Так вот, она сказала, что, говорит, нет, этого нельзя делать. Говорит, лучше, если вы сейчас, говорит, по доходу, да, говорит, вот мне вы, говорит, спрашивали, если я знаю, что у меня, ну, доход не изменится в ближайшие, там, ну, 15 лет, грубо говоря, я лучше его потом возьму, а сейчас не буду брать, да. Она говорит, лучше возьмите, если вам не надо, положите, говорит, их в банк. Но, говорит, если вы, ну, имеете право его взять, лучше взять, потому что доход у вас, говорит, может не изменится. Но, говорит, я, говорит, работаю уже очень давно, я знаю, что очень могут измениться формулы. И сегодня твой доход под это подходит, чтобы брать этот, ну, гранд бед. Завтра он может, допустим, не подходить. Потом одна девочка какой-то вопрос задала, да, и она такая, как я люблю вопросы. И я сейчас объясню, почему это было громко, и вот эмоционально она, как я уже говорила, темнокожие люди, они очень, очень эмоционально выражаются. И она, как, блин, так я аж и ручку чуть не выронила, да, и достает такой вот, ну, вот такой вот таз с конфетами. И говорит, мы любим, когда задают вопросы. И тот, кто задал вопрос, тот, типа, берет к себе приз, ставит перед этой девчонкой, она выбрала себе конфеты. Ну, и, значит, в какой-то момент она такая, ну, значит, там что-то дальше рассказывает, кто-то еще задает вопрос, кто-то еще задает вопрос. Этот тазик с конфетами гуляет по аудитории, кто спросил вопрос, тот взял себе конфеты. Ну, и потом она такая говорит, вообще, скажите мне, все уже успели ее, говорит, оформить? Какой там у нас дедлайн по оформлению фафсы, ну, когда последний день можно подать? И тут прям такое ощущение, как будто мы репетировали, все такие взяли и сказали, да, и она такая говорит, все, говорит, по кругу просто пускайте, типа, эти конфеты и ешьте, говорит, я довольна. Ну, и, в общем, пускали эти конфеты по кругу, ели там, ну, короче, конфеты такие, как обычно, маленькие твиксы, маленькие киткаты, ну, то, что дают на... Как обычно, твиксы и киткаты, не зашибись. Ну, то, что на хоровин дают. Обычно, вон, мятные лежат, грызлые. Ты не так любишь своих вот этих, как нас любят. Блин, ну, почему я не пошел на конференцию? Я тоже подумала, что, наверное, тебя тоже... А кто детей забирал? Я удивилась, почему я сахар не увидела, а, ну, дети. Ну, ну, что? Ну, а? В общем, после вот этой лекции о финансовой помощи, она еще каждому вот раздавила по папке, там, документов, где в картинках прорисовано, как получить себе денег на учебу. И буквами написаны, но, на всякий случай, еще и в картинках. Вот. И мы перешли к третьему этапу нашей конференции. Перед этим нас спросили, хотим ли мы сейчас покушать или остаться на второй ранч после. То есть вы ели, 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 только закусили конфетами и вам предложили опять поесть. Да, да. Мы, ну, коллективно приняли решение сходить посмотреть на третьего, кто будет нам рассказывать. Да, потом решите, есть ли у них есть. Да. И там уже был, я вообще не знаю, кто. Ну, я не могу сказать, кто он. Ну, это был представитель того департмента, где, если ты учишься на учителя, на работника, который будет работать в Transitional Kindergarten и в Kindergarten, то ты не должен не сдавать никакие дополнительные там экзамены. Если ты планируешь учить уже элементарии и остальные, то нужно будет сдавать, ну, экзамены. Это платный экзамен. Один стоит 91 доллара, другой 41. Ну, в общем, если кому-то интересно это на самом деле, он просто сказал, что мы же все e-mail там свои оставляли, он разошлет всю презентацию нам, и я могу потом Сереже дать, он выложит этот прайс, сколько экзамены эти стоят. Он нам по полкам рассказывал, как готовиться к этим экзаменам. Ну, вот один из экзаменов, все они аббревиатурами называются. Я, если честно, еще ничего этого не запоминала, потому что на данный момент я считаю, что мне нужно сосредоточиться пока на том, что я делаю. А уже ближе к тому времени, когда мне этот экзамен сдавать, я уже тогда буду за него нервничать и запоминать, как он называет. В общем, он будет состоять из 4 часа. И в 4 часа ты должен чтение сдать. Это значит прочитать текст и потом ответить, ну, вот этот вот, мультипликачойс, ответить на вопросы по нём. Потом математика в это входит. И письмо делится на две части. Два эссе нужно написать. Вот. Он 4 часа длится. За 4 часа всё нужно это успеть сделать. Вот. Вот. Его можно пересдавать, его пересдаёшь, как бы, пройти и пересдавал. Как направо сдавать? 45 дней только. Не сдал, заплатил, пошёл. Нужно, чтобы 45 дней проходило. Если вот, ну, допустим, не сдал, через 45 дней ты можешь опять сдавать. Вот. В общей срочности я там один быстренько экзамен попыталась посчитать, да. Если, есть экзамен, который состоит, короче, он стоил 297 долларов. Я посчитала, вот, если то, что мне нужно знать. Ничего себе. Вот. Опять же, экзамен. Есть вот этот, который 4-часовой, который, ну, полностью сдаётся. Есть ещё какой-то экзамен, который сдаётся, его можно частями сдавать. Допустим, издал чтение, заплатил за него 75 долларов. Потом математику сдаёшь, потом письмо. Ну, он как-то по-другому, вот, короткая аббревиатура. Но я говорю, я честно скажу, я вообще не старалась особо запомнить. Потому что, ну, я сразу думала, начало там что-то, а, фоткать там. Он говорит, не надо ничего фоткать, не волнуйтесь, всё будет вам разосрано. И я потом для себя подумала, что если мне сейчас это не надо, я не буду лишнюю информацию себе в мозг убрать. Если вы хотите учить и уже знаете, что, допустим, вы хотите быть не просто вот учителем, ну, вот как у нас, ну, вот как миссис Смит, допустим, она учит, покрывает полностью четвёртый класс, всё там. Если вы хотите быть каким-то специальным учителем по математике, то это сдаётся ещё какой-то другой экзамен. Ну, в общем, я в этой теме вообще, я говорю, только вот немножко поняла, что это будет порядка, если сдавать вот этот большой там экзамен и этот маленький, который делится, то маленький будет стоить, я говорю, 297 долларов. Ну, и потом нам выдали сертификат о том, что я прошла. Ну, правда, знаете что, он не подписан. Сказали, что он написать дома самому свою фамилию. Нет, стоит, подпись стоит, имя не стоит. И предложили всем, после того, как этот мужчина говорит, я вообще, говорит, видел все ваши презентации, говорит, и моя получается самая скучная, говорит, я понимаю, что вы уже устали, говорит. Ну, и он сказал, что всё ещё раз он это всё отошлёт, чтобы мы не переживали. Также он говорит, я пришлю свои персональные данные и любые вопросы, которые вам по презентации непонятны. Или вы уже в процессе подготовки к сдаче к этой экзамену, вы можете обращаться лично ко мне. И мы будем, типа, решать, что вам надо, какой вам суппорт, какая помощь вам нужна. После этого наша профессора, ну, опять же, поблагодарила всех. А, в начале всей конференции нам раздали билетики. Ну, такие, что часть остаётся у тебя, а часть у... Сдаётся. Сдаётся назад. И в конце, вот уже, как он всех поблагодарил, мы ему, по... Вот, кстати, ему мы цветов не дарили, тётенькам дарили, не дарили. Вот. Разыграли пять... Короче, разыграли рюкзак, четыре кружки, две... Ну, короче, сколько это там призов разыграли в такую вот ротерейку. И потом профессор сказал, кто хочет, может, как бы, уходить, все остальные должны остаться на раньше, да, есть. Потому что, типа, на сухой... Кто хочет уходить, остальные должны остаться. Да. Она, она всё смеялась, она говорит, типа, она... И до этого, когда мы общались про то, что будет этот день, конференция, всё, она говорила, говорит, вы понимаете, но если вы подписались, вы должны прийти. Она всё время говорила, что не собирается, кто в неделю есть, то, что вы готовы. Ну, всё. Было весело, было интересно. Ну, время пролетело очень незаметно. Ну, хорошо, что сходи. Для меня, наверное, более, вот, было, скажем, интересно. Ну, финансовая помощь, конечно, это всегда интересно, это всегда хорошо. Вот. Для меня, наверное, очень интересно было послушать вот эту женщину, которая первая самая была, которая рассказывала о том, как работать, как принимают на работу, о том, что... Ну, вот нам как-то писали, что... Как эта женщина написала, что... Серёжа, вот, которая написала, что хорошо ли я подумала, что выбрала профессию учителя, и что, как бы, что и мало зарабатывают там... А, этот в комментариях ты писал? Да, да. Что... Что есть ли шанс устроиться и прочее? Да, то, как бы... Я и до этого, ну, хотя в нашем бюлдинге, где у нас учатся все классы по Чарльдвердмент, я видела, что... Ну, висят эти агитационные прокаты, типа, Калифорния нуждается там в тебе, там, бла-бла-бла. Ну, прокаты, а тут она пришла, она говорит, и... Ну, она с языком просто так ляпать не будет. Я тоже, как бы, так думаю. Вот, ну, мне было это... Плюс, ну, очень всегда очень интересно слушать вот эти вот личные истории, когда рассказывают, ну, вот, как учила, там, как сама пришла, как решила. Вот, она говорит, а вообще от чего она чуть не прослезилась? Она говорит, я сегодня, говорит, я так счастлива, говорит, я рада вас всех видеть. Говорит, ну, больше всего я рада видеть то, что у нас, говорит, шесть мужчин, говорит. В этом самом, на конференции было шесть мужчин, которые планируют работать с учителями. Она говорит, нашему, говорит, нашему, ну, как бы, составу, нашему коллективу педагогическому. Нам, говорит, крайне не хватает мужчин. У нас, говорит, мало учителей. И она говорит, я рада вас теперь видеть каждому. Ну, займем, надо, чтобы и мужчины были в профессии. Ну, у нас в школе есть. Ну, потом она еще много говорила. Там же тоже есть преподаватель. Она много говорила о том, говорит, почему, говорит, Вы должны, говорит, понимать ответственность, потому что, говорит, Вы, говорит, меняете мир, говорит, у меняете мир тем, кого вы растите. Вы растите следующее поколение. И, говорит, Вы меняете мир. Она, короче, там, ну, в общем, ей надо на 1 мая выступать. Могать. Все, можно ехать домой. Разрешаю. Вы были на канале Наша Жизнь в Америке. Не лайфь, не лайфь, не лайфь, не лайфь. Ну, в общем, учиться, мне кажется, это здорово. Учиться это здорово. И я очень рад, что тебе нравится. И я вижу, что это интереснее все-таки учиться, чем в Беларуси. Это все как-то обыгрывается, заигрывается, рассказывается. Сереж, я тебе честно скажу так. Я не могу сравнивать, как было учиться, потому что я училась совершенно в другом возрасте. Я училась совершенно с другим, ну... Мировоззрением. Да, и поэтому мне сложно сказать, что прям... Вот это... Да тогда мне абсолютно было... Барабан. Поэтому откладывайте барабаны, хорошенько учитесь. Ну и пишите свои комментарии. Увидимся в новом видео. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok